Привет, друзья! С вами Даниил и Лариса. В этом видео мы вам расскажем, как в домашних условиях приготовить колбасу Сервелат. Эту колбасу вы сможете приготовить совершенно без консервантов. Это будет исключительно мясная колбаса. И, собственно говоря, как и любые колбасы, она будет значительно полезнее, как любые домашние колбасы, она будет значительно полезнее и значительно вкуснее, чем колбаса, купленная в магазине. Колбаса Сервелат относится к, как называемым, полукопченым колбасам. Поэтому ее приготовление делится на два этапа. Первый этап – это термическая обработка, то есть приготовление в духовке при определенной температуре. И второй этап – это копчение. Далее мы вам покажем, как эти этапы осуществить. Мы же будем готовить у нас коптильня, она же является и духовкой, и коптильней. Мы просто будем разделять для вас эти этапы и показывать. Первый этап – это термическая обработка, второй этап – это копчение. Будем рассказывать про температурные режимы. Для того, чтобы приготовить килограмм Сервелата, нам понадобится 200 грамм говядины, 600 грамм не сильно жирной свинины, такой средней или ниже средней жирности, и 200 грамм свиного шпика. Также нам надо 10 грамм обычной соли и 10 грамм нитритной соли. Нам нужно подготовить мясо. Для того, чтобы подготовить мясо, мы его засаливаем, режем на кусочки 3-4 сантиметра, засыпаем все это смесью из обычной нитритной соли и оставляем на сутки в холодильнике, для того, чтобы мясо просолилось. Вот мы мясо уже подготовили, оно у нас просолилось, оно полностью готово к переработке. Дальнейшая переработка заключается в измельчении мяса. Вы можете измельчить мясо на мясорубке, мы его измельчаем на нашем кутере. Измельчать мясо надо до состояния мелкого фарша, то есть, если у вас мясорубка, то используйте сеточку с маленькими отверстиями 3-4 миллиметра. Сейчас мы измельчим наш фарш и покажем вам консистенцию фарша, который мы должны получить для колбасы сервелат. Вот, друзья, мы загрузили наше мясо в кутер и начинаем его измельчать. Вот у нас получился фарш. Мелкий фарш мелкой фракции с вкраплениями сала. Ну, примерно такой же он у вас получится после того, как вы его перекрутите на мясорубке. И мы приступаем к дальнейшему приготовлению. Выкладываем фарш в мисочек. Клапом нам надо добавить в наш фарш специи. Специи мы приготовили заранее. Это 3 грамма смеси из перца душистого молотого, перца черного молотого, кориандра молотого и тмина молотого. Мы тщательно перемешиваем фарш с нашей смесью перцев и отправляем его в холодильник опять на сутки на дальнейшее созревание. Также нам понадобится завтра, для того, чтобы набить колбасу, нам понадобится коллагеновая колбасная оболочка диаметром 45 мм. Ее вы можете приобрести в магазине Ем Колбаски или в любом другом магазине. Ссылку на магазин Ем Колбаски я поставлю в описании видео. Также вы можете найти коллагеновую оболочку просто в интернете, может в своем районе, может в своем регионе. Практически в каждом регионе, в каждом крупном городе есть интернет-магазины, которые продают всякие ингредиенты для приготовления домашних колбас, сыров и подобных вещей. Тщательно перемешиваем фарш со специями и отправляем его в холодильник на созревание. На напитке фарш, который мы сделали вчера, простоял у нас ночь в холодильнике. И сейчас мы вам покажем, как мы набиваем сервелат. Набиваем мы ее в коллагеновую оболочку. Эту оболочку можно купить в интернет-магазине Ем Колбаски или в любом интернет-магазине, который продает ингредиенты для приготовления домашней колбасы. Прежде чем набивать коллагеновую оболочку, мы ее замачиваем и промываем в теплой водичке. Набивать мы будем с помощью колбасного шприца. Если у вас нет колбасного шприца, то вы можете набить ваш сервелат через мясорубку, используя специальную насадку. Сейчас мы завяжем коллагеновую оболочку с одной стороны. Подготовим, заложим мясо в шприц. И покажем вам, как его набивать. Заправили его шприц. Подготовили коллагеновую оболочку. С одной стороны мы ее завязали, с другой стороны. Будем набивать наш сервелат. Набиваем наш шприц. Предварительно я выпустил из шприца воздух. Поэтому мы сразу же приступаем к наклейке. Голлагеновая оболочка значительно удобнее и проще в работе, чем натуральная кишка. Она не рвется. Ну как она рвется, конечно, если очень большое давление создать. Но она значительно прочнее, она однородная и она натуральная. Изготавливается она из желатина. Вот таким вот образом мы набиваем наш сервелат. Лариса придерживает, чтобы его плотно набить. Вот такой у нас получился палочкой сервелат. Мы сейчас завяжем с другой стороны. Лариса его подобьет немножко. Подкручиваем для уплотнения фарша. И завязываем верной верёвочкой. Вот такая вот замечательная палочка сервелата у нас получилась. Сейчас мы набьём остальные палочки. И отправим эту колбаску в холодильник на дозревание до завтра. Завтра мы его будем готовить методом горячего копчения. Прошёл стадию созревания в холодильнике. Он лежал сутки. И мы его будем готовить. В одну из палочек колбасы мы поместили кухонный щуп. Который будет нам показывать температуру внутри колбасы. У нас щуп с выносным датчиком на проводе. Ты можешь показать его, поднять ниже, это не в кадре сейчас. Ещё ниже, вот так. Вот. У нас вот такой вот щуп с выносным датчиком. И мы можем контролировать температуру внутри колбасы. Приготовление колбасы у нас будет состоять сервелата из трёх этапов. На первом этапе мы в течение часа обсушим нашу колбасу при температуре 35-40 градусов с помощью конвекции. Если вы готовите в духовке, то помещайте колбасу в духовку, выставляйте минимальную температуру, включайте конвекцию, чтобы она обсохла. Второй этап приготовления будет происходить при температуре 80 градусов в духовке. Мы будем делать это в коптильне. У нас коптильня совмещенная, совмещает в себе функцию и духовки, и коптильни. Второй этап длится примерно 2-2,5 часа. Нам надо достигнуть температуры 75 градусов внутри палки колбасы. Правильно? Да. Мы будем контролировать эту температуру по выносному щупу. Если у вас нет выносного щупа, можно использовать обычный щуп для стейков с термометром. Тогда вы втыкаете его в палочку колбасы и контролируете, чтобы в процессе медленного нагрева духовка должна быть не очень горячая. То есть, в духовке надо установить температуру 80-85 градусов. И колбаса постепенно готовится, набирает температуру. Когда температура внутри палки колбасы достигнет 75 градусов, можно будет приступать к третьему этапу. Это копчение колбасы. Итак, мы отправляем нашу колбасу в нашу коптильную тере-духовку на просушку на первый этап. Колбасу сервелат на просушку. Просушиваем ее час с включенной конвекцией, с включенным вентилятором при температуре 35-40 градусов. В одну из колбасок у нас вставлен щуп. И с помощью выносного термометра мы контролируем температуру. Заданная температура у нас в колбасе 70. А фактическая температура сейчас 2 градуса, как показывает наш прибор. Потому что мы колбасу только вынули из холодильника. Она у нас сутки лежала в холодильнике. Итак, мы ее оставляем на час, чтобы она обветрилась. Друзья, прошел час. Все наши продукты, которые мы готовим методом горячего копчения, обветрились. И сейчас мы будем поднимать температуру до 85 градусов. И подключать дымогенератор. Дымогенератор у нас уже запущен. Поднимаем температуру. Устанавливаем 85 градусов. 85 градусов. И подключаем дымогенератор. И теперь приблизительно 2 часа при такой температуре будет готовиться наше мяско. Наши колбаски подключены. И коптильная камера постепенно начинает заполняться дымом. Также поднимается температура. Наш сервелат простоял 3 часа. Температура внутри колбасы достигла 69 градусов. Мы открываем коптильную камеру. И в первую очередь посмотрим, как он у нас выглядит. Выглядит он очень замечательно. Ну и будем доставать. Берем нашу колбаску. Теперь она у нас пролежит. Ночь отдохнет. И после этого мы ее продегустируем. Вот такая вот у нас замечательная получилась колбаса. Свердолат горячего копчения. Приготовленный в нашей чудесной коптильне. Какой у нас свердолатец получился, друзья. Посмотрите. Замечательная колбаска. Сейчас мы ее попробуем. Вот такой вот срез чудесный. А, ишь, слюнки текут. Вначале попробуем бутерброда. Как матроскин учил делать бутерброд. Ты помнишь, Лариса? Изумительный седалат. Такой, друзья, бы в магазине не купить. Это я вам точно скажу. Поэтому экспериментируйте с нашим рецептом. А хлебушком с маселком. До мечтан. Лиза очень тоже хочется присоединиться к дегустации. Ну что, друзья. Свердолат удался. Очень вкусная колбаса. Очень нежная. С очень ярким мясным вкусом. С легким ароматом копчености. Поэтому пробуйте. Делайте сервелат. Пишите отзывы. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. А мы с Ларисой будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok